давайте решим такую задачку допустим ваша конечная цель заключается в том чтобы разбогатеть для достижения цели вы занимаетесь визуализации кейса набитого пачками купюр визуализация выполняется по всем правилам третьей группы и достаточно продолжительное время вопрос что получится и когда ответ не получится ничего и никогда что было дальше все дети как дети живут вы можете заниматься этим дни напролет до конца жизни и все равно в лучшем случае будете только чаще видеть кейсы набитые деньгами в кино вероятность того что вы найдете клад или выиграете в лотерею очень мало стоит ли делать ставку на вероятность дальше что было вы можете задать вопрос как же так ведь я постоянно в мыслях открываю кейс руками достаю мои денежки перебираю их глажу чуть ли не облизываю ведь визуализация третьей группы уже не кино что же еще надо а как же всесильное внешнее намерение дело в том что с точки зрения трансерфинга здесь допущены две ошибки первая ошибка кейс деньгами не является вашей целью деньги это всего лишь атрибут и даже не средства и уж ни в коем случае не цель однако о ваших целях мы поговорим позже а сейчас не будем забегать вперед вторая ошибка концентрация внимания на конечной цели если только до нее не остался всего один шаг никак не двигает вас к цели конечно зона комфорта расширяется и внешнее намерение постепенно делает свое дело но вы ему никак не помогаете надо же хоть ноги переставлять речь не о том что необходимо еще и действовать сейчас мы обсуждаем только визуализацию до сих пор обыденный опыт вам подсказывал что если хочешь добиться своего нужно все помыслы и устремления направить к своей цели теперь придется об этом забыть как я вам обещал трансерфинг работает безусловно но для этого необходимо отказаться от одних привычных представлений и принять другие невероятные с обыденной точки зрения определим главное принципиальное отличие визуализации трансерфинга от обычной визуализации как вам известно концентрация внимания на цели есть желание концентрация внимания на движение к цели есть намерение в качестве движущей силы любого действия выступает намерение они желание поэтому к цели воздвигает не созерцание самой цели а визуализация процесса движения к цели реализация намерения это процесс а не фиксация на одном кадре конечно сама цель тоже является частью представляемой картины однако внимание фокусируется на процессе движения к цели в то время как сама цель лежит лишь на фоне движения визуализация самой цели отличается от визуализации процесса ее достижения также как желание отличается от намерения желание не делает ничего вернемся опять примеру с поднятой рукой представьте себе что вы желаете ее поднять сначала подумайте о том что хотите поднять руку и о том что будет в результате то есть о поднятой руке а теперь поднимите ее в первом случае работает желание ничего не делается происходит лишь констатация факта самого желания и визуализация цели поднятая рука во втором случае работает намерение причем действует она все время пока поднимается рука во время этого процесса цель подразумевается как то к чему нужно стремиться но внимание сконцентрировано именно на процессе в конце концов чтобы пройти несколько шагов недостаточно лишь пожелать и представить себя в точке назначения необходимо шагать то есть выполнять процесс все это казалось бы тривиальные рассуждения но смотрите какой отсюда следует вывод визуализация цели есть работа желания а поэтому цель не приближается ни на миг получается холостой ход в трансерфинге выполняется визуализация процесса движения к цели вот в этом случае работает намерение поэтому цель будет достигнута рано или поздно движение к цели происходит не так быстро как во сне но движение есть и довольно ощутимое изучив последнюю главу вы даже научитесь фактически видеть движение по линиям жизни чтобы вы не делали если это длительный процесс вам поможет визуализация этого процесса такая визуализация особенно полезна в любом творчестве когда конечная цель еще не имеет четких очертаний что понимать под визуализация процесса допустим вы работаете над каким-нибудь предметом искусства еще точно не знаете что должно получиться в результате зато вам известны качество которую вы хотели бы придать этому предмету в перерывах между работой представляйте себе как предмет все больше совершенствуются вот сегодня вы завершили некоторые детали своего произведения а завтра собираетесь добавить новые штрихи представьте себе как ваше творение все больше преображается вы придаете ему все новые качества а она на глазах превращается в шедевр вы довольны захвачены процессом творчества любимое детище растет вместе с вами вы сами без труда придумаете способ визуализации подходящий в конкретном случае секрет лишь в том чтобы не просто созерцать свой предмет а представлять себе процесс рождения и роста совершенства не нужно воображать как творение например художественное произведение само по себе рисуется лепится строится или что-то там еще это вы его создаете она совершенствуется в ваших руках человек творит и любуется одновременно хорошая иллюстрация слушать забота матери воспитывающей своего ребенка она кормит его укладывает спать и представляет как кроха растет с каждым днем она ухаживает за ним любуется и постоянно подтверждает для себя какой он становится красивый мать играет с ним обучает его и представляет как малыш набирается разума как он скоро пойдет в школу как видите это не созерцание результата а творение с одновременно визуализации процесса мать не просто наблюдает за ростом ребенка а представляет себе как он развивается и каким становится если ваше творение компьютерная программа представляете себе после работы как она становится все более эффективной и удобной вот завтра вы добавляете новые детали и она всех удивляет если работаете над бизнес-проектом представляете себе как вам в голову приходят все новые гениальные идеи вы каждый день вносите интересные нестандартные предложения наблюдайте за ростом своего проекта и убеждайте себя в том что он постепенно превращается в эталон профессионализма если вы работаете над своим телом растите его как мать ребенка представляете себе как ваше тело постепенно приобретает совершенные формы ухаживайте за ним тренируйте его а потом воображайте как мышцы где-то растут а где-то подтягиваются в любом случае визуализируйте процесс каким образом ваше дело продвигается к завершению просто созерцание конечного результата расширяет зону комфорта и это уже немало но занимаясь визуализацией процесса движения к цели вы заметно ускоряете работу внешнего намерения если вы пока не знаете каким образом ваша цель может быть реализована не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда когда цель полностью войдет зону вашего комфорта внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант не надо метаться судорожно искать способы достижения цели отбросьте важность и доверьтесь течению вариантов не смотрите на слайд оживите в нем тогда вы невольно будете действовать в нужном направлении но визуализация процесса это еще не все материальная реализация пространство вариантов инертно как смола поэтому переход должен осуществляться постепенно если только вы не обладаете внешним намерением миссии постепенно значит не только непрерывно ну и поэтапно в этом заключается секрет еще одной особенности визуализации транссерфинга визуализации транссерфинга Субтитры подогнал «Симон»